Украинское виртуальное сопротивление представляет фильм «Украдена Русь». В царствование Ивана Грозного притязание Московии на наследство не только Киевской Руси, но и Византийской империи усиливается. Так, по преданию, шапка Мономаха, якобы подаренная киевскому князю Владимиру Мономаху, его дедом Константином IX, считалась символом передачи власти Византии и Киевской Руси. Учитывая, что первым Суздальским князем был шестой сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, то наличие в Москве этой шапки является, мол, доказательством наследственных прав московских правителей не только на Киевский Великокняжеский престол, но и на наследие бывшей Византийской империи. Далее было составлено коварное завещание Владимира Мономаха о передаче наследственных прав сыну Мономаха Юрию Долгорукому, покорителю так называемой Московской земли. Все это было выдумкой. На самом деле шапка Мономаха была золотой бухарской тибетейкой, которую хан Узбек подарил Ивану Калите, Кулхану, который приспособил эту тибетейку шапку для своего возвышения. Иван Грозный в 1547 году впервые венчался на царство в церкви с титулом московского царя, как наследника греческих и римских императоров. Из 37 подписей членов синода православной церкви, которые скрепили грамоту венчания, присланную из Константинополя в Москву, 35 подписей оказались поддельными. Так Иван Грозный стал наследником византийских императоров. Так узаконилась ложь. Массированную государственную фальсификацию истории своего народа начал Петр I. Он впервые в 1701 году издал указ об изъятии у покоренных народов всех письменных национальных памятников, литописей, хроник, древних исторических записей, церковных документов, архивов. Особенно это касалось Украины, Руси. В 1716 году Петр снимает копию так называемого Кенисбергского литописа, где было показано объединение древнего летописания Киевского и Московского княжества и обосновывалось единство славянских и финских земель. Но доступ к самому оригиналу литописа до сих пор закрыт. Эта Петровая фальсификация стала основой для дальнейшей фальсификации написания так званых общерусских летописных сводов, в которых обосновывалось право Московии на наследственность Киевской Руси. На основе этих фальсификаций 22 октября 1721 года Московия объявила себя Российской империей. Так было украдено у законных наследников Киевской Руси украинцев историческое название «Русь». Петр привез из Европы большое количество специалистов, в том числе и профессионалов-историков, которых привлек к написанию фальшивой истории российского государства. Для этого каждый иностранец поступал на государственную службу, давал присягу о неразглашении государственной тайны и обязывался никогда не покидать московское государство. Возникает вопрос, какие могут быть государственные тайны при обработке русской истории древних времен. В любой цивилизованной европейской стране после 30-50 лет рассекречиваются все архивы. Российская империя очень боится правды о своем прошлом, ее исторические архивы до сих пор засекречены и мы не можем читать оригинальные исторические документы. После Петра, который превратил Московию в российское государство, элита Московии начала задумываться над необходимостью создания целостной истории собственного государства. За это дело тщательно взялась императрица Екатерина II, которая правила в 1762 по 1796 год. Она не допускала мысли о том, что в царском роду она может быть среди рядовой татаро-монгольской знати. Екатерина II, европейский образованный человек, ознакомившись с архивными первоисточниками, обратила внимание, что вся история государства держится на словесном белинной мифологии и не имеет доказательной базы. Так Екатерина II своим указом от 4 декабря 1723 года создает комиссию для составления записок о древней истории России. Комиссия работает под руководством и присмотром графа Андрея Петровича Шувалова. Основная задача, которая была поставлена перед комиссией, заключалась в том, чтобы переработать летописи, написать новый летописный свод и другие фальсификации, обосновать законность присвоения России исторического наследия Киевской Руси и создание исторической мифологии у государства российского. Комиссия работала 10 лет. В 1792 году Екатерининская история увидела свет. Работа комиссии проводилась в следующих направлениях. Сбор всех письменных документов, летописей и архивов. Эта работа уже частично была сделана Петром I. Сбор материалов проводился не только из своей страны, а также из других стран – Польши, Турции и т.д. Комиссия также проводила изучение, фальсификацию, переписывание или уничтожение исторических материалов. Так были переписаны летописи «Слово о полку Игоревом», «Повесть временных лет», «Лаврентьевский летопись» и многие другие. Некоторые летописи переписывались по несколько раз, а оригиналы уничтожались или засекречивались. Великоросы, племя великоросов или русский народ, как он сегодня себя называет, появился около 15-17 века среди финских племен Мурома, Мери, Веси и других. Нет истории великоросов на земле Киевской. История великоросов начинается с Московии, которая никогда не была Русью. Татары-монголы, пришедшие на эти земли, несли значительный вклад в формирование великоросов. На психологию великороса наложили отпечаток заимствованный татаро-монгольского инстинкта, завоевателя, деспота, у которого основная цель – мировое господство. Так, к 16 веку сформировался тип человека-завоевателя, старшего в своем невежестве, ярости и жестокости. Этим людям нужна была европейская культура и письменность. Им чужды такие критерии, как мораль, честность, стыд, правдивость, человеческое достоинство, историческая память. Поэтому они отрекаются от своих предков – у графинов, татар и других народов. Они отрекаются от своего родного языка, своей культуры и других исторических ценностей. Чтобы присвоить историю киевской земли и увековечить эту кражу, великоросам надо было подавить украино-русынский народ, загнать его в рабство, лишить собственного имени, выморить голодом и тому подобное. Украинцев-русын объявили малоросами и начали вталкивать эту версию всему миру. За малейшее отступление от этой версии людей казнили, уничтожали, ссылали в ссылку. Советский период был особенно жестоким. За то время Украина потеряла более 25 миллионов своих сынов и дочерей. Так старший брат, великорос, заставлял жить младшего брата малороса в жестоких объятиях любви. Запам'ятаймо на веки діди, батьки, сини і внуки. Ми діди сонця, неба і землі, ми внуки Києва, Руси, і Божу мисьмо нести. Свята духовна запорука України-Руси. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ти на світі одна, Україно, так ніколи ніхто не страждав З тебе вирвали серце народу, острів Хортиця вщен зруйнував Повернути до рідного дому запорозців клейноди святі Це обов'язок твого народу і дух наці славних часів Україно, лед у тобі соколиного, мови тобі солов'їної Неба блакитного чистого, мудро зсідай на віки, Україно Страшний суд над тобою чинили, грабували собори святі Ви ж городську святу Божу матір, з храму Русів без сину взяли Я стою на порозі століття, а історію нам не вернуть Україною стала на віки, а ім'я твоє Київська Русь Україно, лед у тобі соколиного, мови тобі солов'їної Неба блакитного чистого, мудро зсідай на віки Україно, лед у тобі соколиного, мови тобі солов'їної Неба блакитного чистого, мудро зсідай на віки, Україно 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 Лед у країни, любий як матір на вічнії віки Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор